Делаю макияж брендом Catrice. Я собрала целую кучу косметики для полноценного макияжа только одним этим брендом. Кое-что мне прислали уже давно, оно лежало, ждало своего часа. Кое-что я дозаказала для полноценной косметички, а несколько средств они мне прислали недавно со своими новинками. И сейчас мы все рассмотрим. Бренд интересный, бренд недорогой. Начнем мы, конечно же, с тональных средств. Но прежде не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые полезные бьюти-видео, ролики. Вы на канале Саша Бьюти Блогер Ваша. Добро пожаловать! Сразу подколола волосы заколками с Велберис. Если вам нужен артикул на эти заколки, напишите в комментариях. Потому что я просила у подписчиц посоветовать мне что-нибудь для волос, чтобы не мешало при макияже. По-моему, их мне рекомендовали в телеграм-канале. Ну и, конечно, если вы не подписаны на мой телеграм-канал, подписывайтесь. Там много дополнительного контента и, в целом, больше меня, больше моей личной жизни. Катрис тон all matte матовый. У меня почему-то он в 0.02 оттенке натуральной ivory. Надеюсь, что он мне подойдет. Я не помню, заказала я его сама или мне прислали. Если мне бренды присылают пиар-рассылки, это никак не влияет на мое мнение. Я просто делаю обзор. Потому что часто я даже забываю, что именно они мне присылают, а что я покупаю сама. Тон вроде как светленький. Красивая такая матовая софт-тач упаковка. Намочили спонж. Я подготовила хорошо кожу к макияжу. Так что, надеюсь, сухо этот тон не ляжет. Хотя матовые тональные кремы от Катрис зачастую ложатся довольно сухо. Начинаем наносить тон. По оттенку вроде светленький. Но если это 0.02, значит, там есть, по идее, еще светлее. Ну, по моей логике, ложится он пока неплохо. Но я прям наношу тонким слоем, чтобы потихоньку, если что, наслаивать. Есть у Катрис тон с пипеткой. Когда-то очень давно я его пробовала. Он, кстати, неплохой. Он действительно прикрывающий. Но в нем есть минусы. Он может ползти, западать в поры сильно. Может сухо лечь. Если, не дай бог, кожа чуть суше, чем хотелось бы. Но этот тон тоже, лично на мой вкус, суховато ложится. Я все-таки предпочитаю более увлажняющие тональные кремы. Напишите, как у вас с этим. Пользуетесь, если вы на каждый день вообще матовыми. Я, конечно, не сторонник прям такого, потому что все равно это влияет на состояние кожи. Может подсушить матовое средство сильно. Если на каждый день его использовать на лбу, мне уже не нравится. Уже как-то неравномерно ложится. Может, я лоб недовлажнила. Типа, не дай бог, где-нибудь вам не будет хватать увлажнения на лице. Тон ляжет некрасиво. Подчеркнет все то, чего даже и нет. Я такие средства не люблю. Я люблю средства, которые, ну, не запарные. Хоть пяткой его нанеси, оно хорошо ляжет. Вот это прям мое все. А так обычно себя ведут именно тональные кремы. Подсвечивающие, увлажняющие. Матовые очень редко прям ложатся идеально без какой-то особой подготовки. Уже сильно сухо. Уже даже видно, что в Т-зоне немножко начинает западать в поры. Тут только под увлажняющую базу, если уж вам очень хочется. И желательно не на каждый день. Сразу так собирается в складки на подбородке. На лбу как-то прям очень сухо лег. Он слегка-слегка оставляет липкость. Он не прям, чтобы все перекрывает. То есть, конечно, если уж выбирать матовые тональные кремы, они должны прям с хорошим перекрытием быть. Он основные цветовые нюансы выравнивает, так сказать. Ну, прям на крыльях носа очень красиво лег. Ну, короче, пока я не в восторге. Ладно, давайте сразу перейдем к консилеру. Я постараюсь к консилерам, где нужно что-то уплотнить. Консилер у меня Clean HD. У Catrice есть их знаменитые консилеры Liquid Camouflage. Они у меня есть. Этот консилер у меня в оттенке 02. Я вот тоже не помню, сама я его заказывала или нет. Этот консилер у меня в оттенке 004. Какой-то он прям темный. Возможно, это не я заказывала. Возможно, мне его прислали. Либо в Золотом Яблоке не было сводчи. Давайте попробую распределить. Если что, возьму жидкий камуфляж. Он у меня есть. Такой прям желтоватый. Конкретно. Ложится, распределяется легко. Слегка подсвечивает. Но прям желтизна сильно читается. Я люблю с персиковым подтоном консилеры. Но все-таки я светленькая девочка. Хотелось бы, наверное, что-то посветлее. Потому что на моей руке он прям сильно так отличается по цвету от цвета кожи. Но при распределении все не так уж и плохо. Может быть, его и оставим. Но хотелось бы оттенок посветлее. У меня какая-то краснота лютая просто под глазами. Из-за плохого сна, наверное. Нет четкого режима. Ну, желтит, конечно, он конкретно все-таки. Наверное, зря я его нанесла под второй глаз. Может, я и сама заказывала. Но сводчей нормальных нет. В проблемных зонах так немножко уплотняю. К текстуре, к работе нет никаких претензий. Основные какие-то проблемные моменты он скрывает. Слегка подсвечивает. Легко очень распределяется. Быстро. Но желтит, и где поднаслаиваю, начинает желтеть еще сильнее, естественно. Взяла консилер ликвид камуфляж. Тот, что у меня был, он в 005 у меня оттенке. И 005 оттенок сильно светлее. Давайте я так сюда нанесу, поднаслою. Немножко высветлить такие участки, которые могут в глаза бросаться. Камуфляж, он, наверное, все-таки поплотнее будет. Хотя не сильно. Тоже такая от легкого до среднего перекрытия. Так, наверное, получше будет. Камуфляж я люблю. Про него когда-то, по-моему, ролик был у меня на канале, если не ошибаюсь. Немножко без закрепления это все дело скатывается в нижние складки века. Но это нормальная ситуация. Когда в таких мимических морщинках, в складочках, консилер скатывается. Это жидкий продукт. Хочу еще вот этим консилером камуфляж немножко поднаслоить в зонах, которые мне не сильно нравятся после тона. Хотя, наверное, мою кожу уже ничего не спасет. Вокруг бровей. Тут, видимо, такая суховатая зона. Это просто что-то отвратительнейшее. При этом он в этой зоне начинает сиять. Так, теперь давайте перейдем к коррекции. У меня для коррекции есть стики. Мы их тоже с вами тестировали. Точнее, мы тестировали один очень давно в 0,10 оттенке. У меня появился еще стик в 0,20 оттенке. Мне его прислали. 0,20 он прям порыжее, как будто бы, чем 0,10. Да, 0,10 более приятный по оттенку. И с обратной стороны есть консилер. Или, точнее, не консилер, а такая штучка, которую под глаза бы я не наносила. Но ей можно высветлять под скуловые зоны, например. Носик. Вот здесь вот. Но под глазки, конечно, я бы не использовала. Давайте попробуем нанести сначала тот оттенок, который мы не пробовали никогда. 0,20. Я попробую сразу из стика нанести. Потом, если что, добавим 0,10 оттенок. Вот такой оттенок больше бронзера, чем скульптора. Либо для более темненьких девочек. Стик то он не разъедает, тушуется он легко. И оттенок, на самом деле, приятный, хоть и тепловатый. Можно наносить кистью. У меня кисть новая от Умая Браш, 122. Как раз заодно я ее протестирую. Она такая небольшая. Можно нанести на кисть. И чтобы прям максимально все было легко и безопасно, нанести кисть. Ну, конечно, такой маленький, наверное, не очень удобно. Это больше кисть для консилера. Но мы пробуем. И дышать можно всегда спонжем, чтобы был такой эффект максимально натуральный. Но это дольше, чем из стика. Потому что из стика, смотрите, в принципе, то же самое. И тушуется он также легко. По периферии наношу. Я им пользовалась. 0,10 оттенком. Мне нравился. Очень легкий в работе. Ну, 0,20 оттенок тоже очень хороший. Несмотря на теплоту. Смешаем два цвета. По насыщеннее сделаем коррекцию. Ну, оттенок 0,10 это вообще моя любовь. Спонж у меня, кстати, тоже новый. От Wet n Wild. Очень хороший, очень мне нравится. Удобная достаточно форма такая, скошенная. Многовато я на носу нанесла. Ну, ладно. Теперь что можно сделать? Можно открыть обратную сторону. Здесь вот такой вот светлый стик. И, по-моему, они практически одинаковые. В 0,20 оттенке. Чуть более как будто бы натуральный. Потому что в 0,10 прям такой беловатый. И вот так вот можно подчеркнуть линию скул. Почистить где надо излишки. Можно выбить на свой страх риск центр лба. Но я не хочу это делать. Я просто линию скул немножко подчеркиваю. Чтоб все это дело более объемным было. Можно подбородок при желании подчеркнуть. Классные штучки, легкие в работе. Стики я люблю давно и могу рекомендовать. По оттенку уже смотрите сами. Я, конечно, рекомендую 0,10. Он, наверное, более универсальный. Но 0,20, как оказалось, тоже очень неплох. Просто более тепленький. Для тех, кто любит более такую теплую коррекцию. И теперь можно все это дело закрепить пудрой. У меня пудра в 0,02 оттенке. Тоже не помню, прислали или купила. All Matte из той же серии, видимо, что и тон. Надеюсь, что будет нормально. Кисть для пудры набираем. Она такая светленькая. Немножко припечатаю консилер под глазками. И начнем закреплять с этой зоны сразу. Неплохо мотирует. И вроде как не дает дополнительный слой на лице. Хотя сложно сказать, потому что мне просто тон не нравится. Я его вижу. И вижу ли я пудру, непонятно. Но жирный блеск она убирает. Непонятно надолго ли. Тон все поры, подчеркну. Все морщины. Припудрила лицо и забыла про хайлайтеры. У меня просто был еще кремовый хайлайтер новенький. Мне тоже его недавно прислали. Точнее, это многофункциональный тинт. Но по факту это хайлайтер. Золотистый сияющий хайлайтер. Но, видимо, в отдельном ролике будем его попробовать. Есть еще вот такой вот хайлайтер. Это популярная у них вещь. Но у меня была в другом оттенке. А это оттенок розовый бим. Розовый бим. Короче, в 0,20. У меня был в другом. В золотистом более. Ну, наверное, давайте сначала тогда румяна нанесем. Потом уже хайлайтер. Еще из новинок, которые меня очень сильно привлекли у Катрис. Но которые мы будем пробовать уже в отдельном ролике. Потому что у нас много чего сегодня будет. И все в одно видео, к сожалению, не вместить. Вот такая вот палетка. Очень красивая новинка от бренда Катрис. Вы просто посмотрите на оттенки. Очень красивые базовые оттенки теней. Румяна и хайлайтер жемчужный. Румяна очень красивый. Она прям вся такая классная, нежная весенняя. И мы будем тестировать ее. Надеюсь, что в ближайшее время в рамках ролика. Шотс. Румяна. Румяна у меня тут в двух видах. Есть те, которые Air Blush Glow в 0,30 оттенке. Он немножко такой тепловатый. По-моему, я его сама заказывала. А есть Cheek Lava. Одни из знаменитейших румян у Катрис в 0,10 оттенке. Но у меня есть такой вот момент. Я не очень понимаю разницу. Потому что у меня есть вот такие же румяна. Тоже в 0,10 оттенке. Но он называется по-другому. Oil Infused. Красивые такие, знаете. Их сравнивают с Nars. С популярными румянами. Очень подсвечивающие. И они отличаются от этих. То есть эти более розовые. Тут оттенок по-другому называется. И это Cheek Lava Marbut. Хочу попробовать вот эти. И хочу попробовать вот эти. И попробуем мы их, скорее всего, на разных сторонах лица. Давайте начнем с Air Blush. Они у меня давненько лежат. И они такие тепловатые. Потом нужно, правда, их будет смешивать. Давайте наберем. По-моему, я в Золотом яблоке заказывала. Тяжело было выбирать. Очень мало свотчей. Нанесу их на одну сторону. Но, кстати, они прибегают не так уж и тепло. То есть вполне себе розовенькие. Вполне себе слегка подсвечивающие. Золотистым теплым переливом. Но наносится очень так деликатно, нежно. Я поднасла его. Я прям смешиваю все вот эти вот три оттеночка. Немножко наношу здесь по периферии. И на самом деле очень красиво. Можете сравнить. Я люблю сияющий румяна. Тут именно сияющий румяна. То есть если вы любите матовый румяна, это, конечно, не для вас. Понравились румяна. Теперь давайте попробуем те, которые Marble. Вот, наверное, по-другому как-то читаются. Но они прям очень красивые. Смотрятся потрясающе, роскошно, многообещающе. И наношу их на другую сторону. Они больше пылят. И у них тоже есть в составе сияние. Но сияние более жемчужное. Как будто не такое откровенное. И очень красивый такой нежный оттенок. Эти тоже красивые. Но вот эти прям, я думаю, многие оценят. И сияние именно не золотистое. Это тоже мне очень нравится. Потому что, конечно, золотистое сияние. Это прям под настроение. Я больше люблю что-то более нейтральное. Мне кажется, что такое подсвечивание прохладненькое, оно более нейтральное, чем золотое. Красиво очень. Это просто моя новая любовь. Ну и с этими они, конечно, по оттенку отличаются. То есть вот эти похожи больше на первые румяна. Хотя даже, наверное, чуть поярче, чуть понасыщеннее. Там тоже есть розовый подтон. Но они тоже с золотистым сиянием. А вот эти просто красивущие. Хочется стереть эти, нанести эти. Но нам нужно сравнять. Оценили, да? Зафиксировали, что они классные. И наносим сюда первых румян. А сюда вторых. Сравниваются они с трудом. Тут все равно розовый преобладает. Я прям такая теперь нерумянинная. Так, ладно. С румянами я все поняла. Эти любовь. Эти красивые тоже очень сильно. Но эти мне понравились больше. В целом я и тем и другим ставлю лайк. Мне и те другие понравились. Я думаю, что по стойкости они тоже будут хороши. Давайте попробуем с вами нанести хайлайтер. Я обычно хайлайтеры наношу до пудры. Но поскольку мы с вами забыли, давайте попробуем нанести его сейчас. Тот самый Mose & Glow. Я думаю, что многие про него знают. Он довольно-таки популярный у них. Попробуем сейчас все-таки его нанести. Ну, он прям сияющий. То есть это конкретно для любителей хайлайтеров. Посмотрите, какой сразу самовар. Но мне нравится. И оттенок сильно больше нравится, чем золотистый. Я не помню, какой он там, под каким номером. По-моему, я его отдала. Даже после пудры он ложится очень неплохо. Но, конечно, до пудры будет более такое влажное сияние. Хотя и сейчас влажное. И он точно, если что, текстуру не подчеркнет. Ну, конечно, средства для лица у бренда Catrice, они, как правило, хороши. Хайлайтер тоже точно попадет в мою коллекцию. Точно я буду им пользоваться. Еще у Catrice есть просто крышесносный бронзер. Очень его люблю. Но он у меня вот уже вот в таком вот состоянии. Потому что им пользуется моя мама. А это чревато последствиями, как правило. Но я хочу немножко все-таки его нанести. Он очень красиво сияет. У него красивый оттенок нежный. Этот у меня в оттенке 0,10. Но он такой довольно-таки может насыщенным быть. Я обычно его вырабатываю в руку. И пушистой кистью прохожусь, как обычно, бронзером на выступающей части лица. Можно имитировать цифру 3. Он тоже делает кожу просто супер холеной. Сразу подсвечивает немножко. У нас, конечно, уже есть скульптор. Но вот за румяными немножко скульптор потускнел под угас. Нанести можно бронзер немножко в центр лица. Но он сразу прям дает, да, очень такой холеный эффект. Немножко все равно тут щека более розовая. Ну ладно. Бронзер этот я просто обожаю. Если вы ищете, то обязательно обратите внимание. Ну и в целом, если вдруг не пробовали, если любите бронзеры, то обязательно попробуйте. Я буду себе, конечно же, заказывать еще один. Потому что, честно, прямо на замену бронзеров таких же, как Катрис, я не знаю. Есть Revolution, похожий тоже, сияющий, но как будто бы Катрис все равно более эффектный. Он прям несравненный. Брови. Для бровей у нас есть гель и лайнер для бровей. Лайнеры для бровей у Катрис я не пробовала. Но знаете, какой тут минус? Этот лайнер с фетровым наконечником. Если честно, я прям побаиваюсь, потому что он достаточно насыщенный. То есть он как подводка. Это прям минус. У Катрис есть, по-моему, карандаши для бровей неплохие, насколько я помню. Но это не точно. Давайте сначала брови зафиксируем, а лайнером попробуем добавить потом недостающих волосков. У геля маленькая щеточка. Он вроде бы как вязкий по текстуре. Может и будет фиксировать. Но раскладывает, кстати, он хорошо. Зализывает прям бровки. Прям такой эффект ламинирования, эффект мыла для бровей. Немножко он конкурирует с тональным кремом. Но я, честно говоря, в этом меню больше тональный крем. Можно даже вот так вот прижать, попробовать. Зачем мне сюда полезно? Просто у меня теперь тут дырка вместо тона. Ну ладно. И сюда можно немножко консилер добавить. Просто тон ползет под натиском геля и моими движениями. Только грязь навела. Когда тестируем новые средства, бывает. Не все идеально, к сожалению. От тона какие-то белые проплешины в бровях теперь. Его, наверное, лучше использовать типа до тона. Ладно, мы сейчас подождем. Чуть попозже добавлю фломастер. Хотя тут вроде уже все зафиксировалось. Давайте сюда попробую добавить. Вместо, где проплешинки. Фломастеры всегда тоже можно немножко подтушевывать. Ну неудобно, конечно, с фетровым кончиком. Он забивается, во-первых. Нужно постоянно обчищать его. Во-вторых, он все-таки не так хорошо тушуется, как кисть. Короче, странный такой фломастер, на самом деле. Цвет у него тоже странный. Он перестал рисовать на второй брови просто. Брови, конечно, у меня получились какие-то странненькие. Гель я могу похвалить, а фломастер не могу. Ну и тоже гель с определенными нюансами. Он прям фиксирует. Я еще на этой брови попробовала пригладить. И он с тоном конкурирует с этим. Тут вот, видите, немножко все-таки свободно ходит начало бровей. Здесь же я вот пригладила, прилезала и все. И оно как камень. Ладно, я уже хочу от этих бровей отвязаться. Надеюсь, что это будет смотреться более или менее адекватно на камере. Фломастером я точно не буду пользоваться. А гелем буду. Но, скорее всего, им лучше пользоваться до тона. Чтобы не было никаких белых комочков. Чтобы тон не пополз. Кстати, пока мы тут разговариваем, пока красим глаза, у меня очень сильно губы сейчас в моменте подсохли. Давайте нанесем вот этот блеск для губ Clean ID Hydra. Он, конечно, с оттенком с небольшим. У меня в 0,20 оттенке. Но я думаю, что ничего страшного, потому что потом у нас еще блеск, еще помады. И хочется губы подувлажнить в моменте. Ну, кстати, оттенок не сильно очевидный. Он, скорее, просто прозрачный. С легким каким-то, может быть, бежевым подтоном. Аппликатор удобный, выглядит симпатично. Делает губы более сочными. И немного печет. Потому что это плампер. Надеюсь, что не будет сильно печь. Кстати, у Catrice вообще великое множество. Очень классных средств для губы. У нас вот сегодня только три будет новенькие для меня штучки. А вообще, кстати, мои сводчи, вообще история моего блога. Именно рубрика сводчи началась как раз-таки со сводчи на помады Catrice. Была такая небольшая линейка. У них, по-моему, пять оттенков. В вот таких вот бежевых футлярах и еще в ТикТоке я записала свои первые сводчи именно на эти помады. Ностальгия прям. Так что с Catrice у меня связаны очень хорошие воспоминания. Я именно с того момента начала записывать сводчи, потому что поняла, что девушкам нравится. Так, ну что, переходим к глазам. Что у нас есть для глаз? Кремовые тени в стике. Есть вот такая вот палеточка теней пятерка, которую я очень хотела давно попробовать. Вообще, вот эти вот пятерки от Catrice. Я надеюсь, что они у них еще продаются, потому что эта пятерка меня ждет тоже давно. И тушь. Наверное, нужно было заказать другую, но я вообще у меня вылетела это из головы. Мне эта тушь, по-моему, не нравится. Потому что, мне кажется, я ее уже один раз пробовала. Ну, ладно, мы с вами попробуем еще раз. И есть еще подводка. Но подводка жидкая. Жидкие подводки я не прям сильно люблю, но мы посмотрим. Есть хорошие жидкие подводки. Например, мне очень понравилась подводка от Сергея Наумов коричневая. Но от Catrice жидкую мы с вами сейчас протестируем. Кремовые тени у меня в оттенке 0,10 в стике. У Catrice есть кремовые тени, жидкие точнее. Жидкие с аппликатором. Они классные. Давайте нанесем вот эти кремовые. У них такой оттенок базовый. Прям коричневый, с какой-то золотинкой. И немножко подтушевываем. Очень такие деликатные, нежненькие. Пробую поднаслоить. Прям очень базовый оттенок получается. И на второй глазик. Они не слишком насыщенные. Но тушуются они суперлегко. Очень симпатично. Очень хорошо. Чистая история прям на каждый день. Надеюсь, что они будут хоть сколько-нибудь стойкими. Тогда я точно буду часто ими пользоваться. Давайте возьмем палетку теней. Здесь 5 оттенков. И все как нужно. Растушевочный, светлый для подчищения, темный для затемнения. И 2 сатина. Один светлый, другой потемнее. Золотистый. Начнем мы с растушевочного оттенка. Этот растушевочный можно смешивать с бежевым. И нанесем его в орбитальную складку. Прибегает на кисть он довольно активно. Но на глаза вроде бы он переходит мягко. Можно немножко светлого добавить. Чтобы вообще смягчить максимально. Сразу наносим на вторую сторону. Вот такой растушевочный довольно насыщенный. Ну так кажется, по крайней мере. Но на глазах вроде нормально. Наслаивается немножко. И сразу наношу на нижние века. Он тушуется хорошо. Теперь можно взять вот такой вот коричневый. Затемнить им немножко внешний уголочек. Можно подтушевать предыдущим оттенком. То же самое на второй стороне. Темный довольно насыщенный. Но не сказать, чтобы он супер охотно мягко тушевался. Возможно, мне нужно кисть другую взять. Тогда будет лучше. Смягчается. И этим же темно-коричневым можно пройтись по ресничному контуру нижнего века. Немножко притемнить. Тени приятные в работе. На самом деле очень. И это такая палитра чисто базовая на каждый день. Давайте возьмем вот этот вот золотистый. И нанесем на серединку подвижного века. Не вырви глазное сияние, но нормально. Попробую кистью так поднаслоить немножко. И на вторую сторону. Ну, пальчиком, конечно, поплотнее переносится. Поярче. И берем этот светлый последний оттенок. Пробуем его нанести к внутреннему уголочку. Можно попробовать немножко его в сам внутренний уголочек нанести. Он такой золотистым отливом. Но, конечно, не очень охотно тени переносятся кистью. И этот же светлый немного по нижнему веку. Но, справедливости ради, хоть они кистью переносятся туго, но не наслаиваются. Такая все-таки с большим теплым подтоном палетка. Но мне нравится, что получается. Все очень легко, все быстро. И на каждый день палетка вполне себе подойдет. Если вам нравится такая цветовая гамма. Так, а теперь давайте нарисуем стрелочки. Жидкой подводкой, которой я очень не хочу рисовать стрелочки. Ну, ладно. У меня в оттеночке ультра-блэк. Тут тоненький, кстати, довольно-таки фетровый кончик. Ну, что ж, попробуем. Самое мое нелюбимое, это именно еще фетровыми кончиками рисовать в жидких подводках. У Наумова, кстати, там кисти в жидкой подводке. И это большой плюс. Ладно, давайте попробуем. Наконечник вроде маленький. Тонкие линии рисует. Не течет особо. Довольно управляемая, потому что небольшой тоненький наконечник. Напишите, кто любит жидкие подводки. Вроде даже стрелка получается довольно аккуратная. Пробуем повторить. Короче, фетровый кончик подводки уже начал пушиться. То есть, он уже начал приходить в негодность. А я пользовалась этой подводкой один раз. То есть, она, ну, такая, не очень долговечная. Плюс, почему-то очень плохо набирается продукт. Может, она уже сама по себе подсохшая. Не знаю. Ну, ладно. Тушь. Возможно, мне ее не хватит. Может быть, добавим своей. Окей, ну, давайте все-таки ее нанесем. Тушь для ресниц. Flash Changer. У нее не силиконовая щеточка. Она фибровая. И, по-моему, когда я ее пробовала, она мне не понравилась. Это было какое-то время назад. Может, года полтора. В самый неподходящий момент мне позвонил курьер. Поэтому я вам не показала, как тушь будет выглядеть в первый слой. Я побоялась, что она сильно засохнет. Поэтому я уже, можно сказать, докрасила первый глазик. И, кстати, все выглядит не так уж и плохо. Да, она, может быть, не удлиняет до небес. И не разделяет так, как я прям люблю. Но, в целом, все очень неплохо. Накрасим второй глазик. Попробую вам показать, как будет в первый слой. Но я особо ей засыхать не дала на первом глазике. Потому что она и так не очень-то жирная по текстуре. Чуть суховато. Вот так ресница выглядит в первый слой. Ну, такой жирненький первый слой. Я сразу иду наслаивать. Вот так все это выглядит. Да, это, конечно, не самый идеальный эффект, который я прям люблю. Это больше объемчик. Объемчик неплохой. Ресницы выглядят довольно неплохо. Чуть подклеенные. Чуть недостаточно удлиненные. Ну, вот такая, знаете, средненькая неплохая тушь. Но, поскольку я ожидала худшего, даже можно сказать, что и неплохо. Я просто ожидала, что она вообще ничего не сделает. У меня почему-то в голове, в памяти, вот такое впечатление, что она практически ничего не делает. Она, оказывается, делает. Она делает ресницы довольно-таки объемными, пушистенькими и неплохими. Но она суховата по текстуре. И мне не хватает именно удлинения от нее. Вот такой вот итог. И средство для губ. У нас для губ есть плампер. Еще один. Это, походу, новенький. Потому что они мне прислали его прям в последней рассылке. Потом они мне еще прислали вот такую вот матовую помаду. Но, наверное, она нам не подойдет сюда. Да, мы, скорее всего, будем ее тестировать с вами уже отдельно, в отдельном ролике. И еще у меня от них была помадка Shine Bomb. Она бежевая. Наверное, тоже она сюда не подойдет. Да и эта тоже не очень сюда подходит. Ну, ладно. Давайте сначала нанесем блеск. Этот, кстати, очень понравился. Он не сильно печет. То есть, нет такого, чтобы невозможно было терпеть. Поэтому такому вот блеску прям ставлю лайк. Буду им пользоваться. Мне понравился. Теперь давайте попробуем блеск с эффектом увеличения 0,50. И формат, как у Vivienne Sabo блески, как у Diage масла. Очень приятная штучка. Большой аппликатор. Вкусненько пахнет, конечно, ягодками. Оттенок не такой яркий, как кажется, смотря на флакончик. Все чуть поднасловила. Очень красиво, сочно вообще прям. И дает уже, походу, холодок. Да, это уже холодок. Тут ментов в составе. Не как в прошлом блеске. Мне нравится сочно, аппетитно, легкий охлаждающий эффект. Весеннее такое настроение. Вот эти румяна. Но не совсем под макияж глаз. Давайте сотрем. Холодок прям ощутимый. Но вроде бы не доставляет дискомфорта. И нанесем помаду, которая Shine Bomb. В 0,10 оттенке. Но такая не сильно плотная. Около перламутровая. Я даже не знаю, ее оставить или нет. Можно сверху добавить, которая матовая в 0,40. В центр губ. Мне кажется, так хорошо. По крайней мере, лучше. Вот такой вот макияж у нас получился. Брендом Catrice. Мне многое понравилось. Но были средства, о которых я говорю, прям категоричные. Нет. Это вот фломастер для бровей. Это подводка для глаз. И все-таки... Наверное, тона я тоже все-таки пока говорю нет. Потому что мне уже очень сильно не нравится, как он выглядит. Плюс вы бы видели мои брови вблизи. Это что-то с чем-то. Но тут, конечно, дело не только в тоне, еще и в геле. И в моем незнании, что этот гель нужно наносить до тона. Тушь 50 на 50 на любителей. Все остальное вроде очень даже симпатично. Вот эта помада, которую мы первую нанесли, бежевую, она в этом оттенке подчеркивает текстуру. Может выделить какие-то недостатки губ. То есть по оттенку она мне не нравится, но по текстуре вроде бы все довольно комфортное. Особенно мне, конечно, понравились средства для лица. И палетка теней с кремовыми тенями очень хороши. Пишите, как вам макияж, как вам косметика бренда Catrice, которую мы попробовали в этом видео. Что скажете, выделите своими впечатлениями. Жду вашей обратной связи в комментариях. А мы, конечно же, походим с макияжем до конца дня, чтобы подвести окончательные итоги по поводу стойкости всех этих средств. Пока я очень сомневаюсь насчет стойкости тона, посмотрим на стойкость теней. И всей вот этой вот красоты нашей коррекции. Ну вот румяна мне просто безумно понравились. Это вот точно рекомендую уже сразу. Встретимся с вами через несколько часов. Так, ну что, уже прошло приличное количество времени. Сейчас 11 часов вечера, пора ложиться спать. И давайте посмотрим, как носился макияж, который мы сделали брендом Catrice. Во-первых, сияет кожа. Я особо больше не перепутривала лицо, наверное, только один раз. И тон, несмотря на то, что он заявлен как матовый, он сияет, пропускает жирный блеск. И честно, мне кожа не нравится. В этой зоне проваливается в поры, может немножко подползти. Он такой довольно подвижный. То есть тронешь лицо, и появится пятно. У бровей это вообще какой-то кошмар. Короче, тон мне не понравился, я пользоваться им не буду. Консилер. Тут два консилера мы смешали. Основной был вот в середине, да, камуфляж жидкий. Я добавила немножко во внутренний уголочек, немножко во внешний. В целом все выглядит неплохо, но просто по оттенку у меня консилер этот не подошел. Скатывается в складки нижнего века. Не сильно критично. Как-то сильно плохо не выглядит консилер. Но этот по оттенку новенький Clean ID, он мне не подошел по оттенку и мне пользоваться не буду. Можно, конечно, попробовать было покупать оттенок посветлее. Ну, а консилер, который камуфляж, он хороший тональным средством, в итоге новеньким, я говорю, больше нет. Пудра. Она меня особо никак не впечатлила. Упаковка такая средненькая, сильно будет царапаться. По сильно какой-то матовости нужно еще, может быть, протестировать с другим тональным кремом. Стойкости особо она не дает, поэтому, наверное, больше нет. У Catrice есть симпатичная пудра подсвечивающая, такая в белой упаковке с желтой такой наклейкой, желто-оранжевой, по-моему. Слегка подсвечивающая, вот, она мне нравится больше, во-первых, потому что у нее упаковка сильно лучше, там, с зеркальцем больше, чем эта. То есть, если выбирать пудру Catrice, я бы выбрала другую. Я ее нашла. Тут упаковка поприятнее. Она называется Poreless. Мне-то когда-то тоже ее порекомендовали, и вот она у меня есть в коллекции, я ей иногда пользуюсь. Что очень сильно понравилось, это, конечно же, румяна. В принципе, что розовые, что более такие тепленькие, они все очень красивые, но розовые, это прям моя находка, наша находка. Берите обязательно на заметку, им я точно говорю да. Да, говорю хайлайтеру именно в этом 0,20 оттенке розоватом буду им пользоваться. Ну, про вот эти румяна и про бронзеры я вам тоже уже сказала, что они обалденнейшие. Что касается средств для бровей, брови выглядят ужасно из-за того, что появился этот налет из-за тона, но они железобетонно зафиксированы. То есть, это вот тот случай, если нужна вдруг стойкость на, не знаю, 3 дня. Вот прям этот гель будет держать, и он, ну, прям суперстойкий. Я точно буду пользоваться, я точно его оставлю. Но протестирую его немножко в другом контексте. То есть, сначала я попробую использовать его, а потом уже наносить макияж. К пламастеру для бровей говорю нет. Ну, я уже объяснила, почему. Он уже начал портиться сразу же. А, ну и стиком для контуринга тоже не сказала. Говорю да. Просто выбирайте оттенок, который вам понравился. Я больше люблю 0,10, но я оставлю себе и 0,20. Что касается средств для глаз. Тени немного скатываются в самые глубокие складки века, но все, в общем-то, выглядит прилично. Кремовыми тенями я буду пользоваться. Мне очень понравился оттенок. Вот жидкие тени у них тоже можно иметь в виду. Палетка тенями мне тоже понравилась. Цветовая гамма, конечно, не для всех. Чуть более тепловатая, чем, например, я в последнее время люблю. Но очень хорошие пятерочки. Можно посмотреть, какие там у них еще цветовые гаммы. И попробовать другие палетки. Подводки я говорю нет. Немножко она вот трескается на кончике. Не люблю я все-таки вот такого рода жидкие подводки. Особенно с фетровыми наконечниками. Больше люблю фломастеры. Или же жидкие подводки с кисточками. Но это тоже редкий случай. Тушь немножко спается. Не критично, но немного спается. Что-то мне глазам так тяжеловато. Все же вот, ну, не моя немножко история. Суховатая формула и щетка фибровая. То есть я все-таки больше люблю силиконовые щетки. Она неплохая. Если у вас свои хорошие ресницы. Если вам не нужно какое-то ультраугленение. Она дает хороший черный цвет. Она в меру стойкой может чуть-чуть подсыпаться. Неплохая. Но лично я, наверное, все-таки ей пользоваться не буду. Потому что есть туши, которые больше мне подходят по щеточке. Эффект я вам показала. Тут уже думайте сами, решайте сами. На стойкость ее мы тоже с вами посмотрели. Что еще у нас? Средство для губ. Блеском я точно говорю да. Вот эта матовая помада, конечно, мне тоже очень сильно понравилась по текстуре. Еще и по сводчу. Хочу ее вот отдельно протестировать. И вот эта вот кремовая помада Shine Bomb. Она тоже неплохая. Но вот мне интересно, какие там еще есть оттенки. Этот, конечно, бледноват. И может подчеркнуть недостатки. То есть этот 0,10 оттенок, конечно, рекомендовать не могу. Но посмотрела бы серию оттенков других. Так, вроде все мы с вами обсудили. Наверное, про все мы с вами поговорили. Подвели итоги. И снова вопрос. Как вам косметика Catrice? Та косметика, которую мы попробовали в этом ролике. Как вам стойкость продуктов? Можете поделиться, что вы пробовали от этого бренда. Есть ли у вас фавориты, любимчики в этом бренде. Что вы любите, что можете рекомендовать от них. В общем, жду любой вашей обратной связи. И спасибо за внимание.